Кремневое оружие пришло на смену фитильного и колесового. Конструкцию фитильного замка я показывал в одном из предыдущих роликов. Спусковой механизм в нем надежный, но довольно примитивный. О спусковом механизме колесового замка я планирую рассказать в одном из следующих видеороликов. Сегодня речь пойдет о спусковом механизме классического кремневого замка и одном из его улучшенных вариантов. Прежде всего стоит отметить, что к спусковому механизму кремневого замка следует отнести те его части, которые способствуют спуску курка с боевого взвода. Это спусковой рычаг, пружина спускового рычага или перка, лодыжка, лодыжная накладка, ну и конечно спусковой крючок с личиной. В лодыжке сделаны два выреза, в которые попадает боевой выступ спускового рычага при взводе курка. В старинной литературе их иногда называют зарубки для взводов. В начале выступ спускового рычага или шептала впадает в предохранительный вырез лодыжки. При дальнейшем взводе курка в вырез боевого взвода. Казалось бы все просто, но на самом деле средневековые оружейники должны были четко просчитывать расположение и глубину вырезов в лодыжке и расположение оси спускового рычага относительно оси вращения лодыжки. Смещение одного из размеров, даже на полмиллиметра, неминуемо приведет к тому, что замок не будет правильно работать. Например, недостаточная глубина или неправильный угол наклона предохранительного выреза в лодыжке может привести к тому, что курок не будет четко зафиксирован на предохранительном взводе и случайное нажатие на спусковой крючок приведет к несчастному случаю. Недостаточная глубина или неправильный угол наклона выреза боевого взвода может привести к тому, что при падении оружия или даже при ударе по ложу может произойти срыв курка с боевого взвода. Избыточная же глубина или более острый угол наклона боевого выреза приведет либо к невозможности спуска курка с боевого взвода, либо к тому, что спуск замка будет очень тугим, а значит и из-за оружия невозможно будет вести точную стрельбу. Помимо этого, еще одной проблемой, которую должны были решать мастера по изготовлению замков, была необходимость так расположить боевые предохранительные вырезы лодыжки, чтобы после спуска курка с боевого взвода и вращения лодыжки, боевой выступ рычага не уперся бы в вырез предохранительного взвода. Изначально эту проблему решали, размещая вырезы боевого взвода на таком же или несколько большем расстоянии от оси вращения лодыжки, чем вырез предохранительного взвода. Например, на графической части оригинальных чертежей лодыжки одного из русских замков, крайние точки вырезов лодыжки ЛИ расположены на одном радиусе от центра оси лодыжки. Углы вырезов на чертеже я отметил зелеными линиями. Линия боевого выреза направлена четко в центр оси лодыжки. Линия предохранительного выреза под более острым углом. Аналогично сделан спусковой механизм на большинстве армейских замков, в том числе и на копии французского кремневого замка, о котором я ранее рассказывал. Такая конструкция кому-то из оружейников показалась недостаточно надежной. Скорее всего, они посчитали, что существует вероятность того, что под действием своей пружины спусковой рычаг повернется на оси до того, как его боевой выступ минует предохранительный вырез лодыжки. В результате курок с кремнем не нанесет удар по огневу, а просто встанет на предохранительный взвод. Чтобы устранить такую вероятность, они решили добавить в лодыжку еще одну деталь. Английское название этой детали «флай», что переводится как «существительная муха» или глагол «летать». Я не нашел русского аналога этого термина. Если кто-то его знает, просьба написать в комментарии под этим видео. Условно назову ее переводчик Шептала, так как она облегчает перевод или перелет боевого выступа спускового рычага через предохранительный вырез лодыжки. Переводчик Шептала имеет Г-образную форму с округлой ножкой, которая выполняет роль оси вращения. В лодыжке для нее просверлено отверстие и вырезан сектор под углом примерно 30 градусов для перемещения переводчика Шептала. Головка переводчика Шептала, установленного в лодыжку, немного выступает над поверхностью лодыжки у выреза предохранительного взвода. Поэтому при взводе курка передняя часть спускового рычага отодвигает переводчик Шептала вправо. В результате боевой выступ спускового рычага беспрепятственно попадает в вырез предохранительного взвода. При дальнейшем взводе курка боевой выступ перескакивает через головку Шептала и далее попадает в вырез боевого взвода. При этом переводчик Шептала смечается влево и как бы закрывает предохранительный вырез лодыжки. При спуске курка с боевого взвода боевой выступ спускового рычага не может попасть в вырез предохранительного взвода, так как он, даже когда прижимается к лодыжке, соскальзывает с каплевидной части переводчика Шептала. Значит, лодыжка продолжает вращение и курок с кремнем наносит удар по огню. Продуманность конструкции, простота и надежность кремневого замка обусловила его успешное использование в течение не одной сотни лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...